САТУРН Некоторые фотографии незабываемы. Но на открытках видна только внешняя сторона. Красота – это только то, что видно на поверхности. Под ней кипящий и бурлящий океан. Чтобы занять места в первом ряду, мы поднимемся над планетой с ее шестисторонними бурями. Я пыталась представить, на что это похоже, когда держишь частицу кольца в руке. И еще большей тайной окружены величественные фонтаны Энцелада. Возможно, что соленые гейзеры этой луны таят разгадку происхождения жизни. На этой маленькой луне есть все. И образцы влетают в космос. Там как будто вывеска. Бесплатные образцы для всех. Мы облетим большую оранжевую луну Титан и опустимся под туманную завесу ее облаков. Думаю, это одно из семи чудес Солнечной системы. Мы поднимемся в небеса Титана на экскурсию по волшебным чудесам. Аэростат дает удивительные возможности для исследования Титана. Мы пролетим над пропановыми озерами, горючими песчаными дюнами и метановыми реками. Там можно стоять рядом с журчащим ручьем из жидкого метана. Иногда я думаю, на что был бы похож этот звук? Но внешность здесь всегда обманчива. Если опустить руку в поток лавы на Титане, то вы не обожжете ее, а обморозите. Все эти удивительные вещи находятся всего лишь в полутора миллиардах километров от дома. Вы готовы отправиться в путь? Хотя Инселад возможно и гвоздь сезона, но вам нельзя упустить из виду основного претендента на звание самой богатой Луны. Титана. Достопримечательности Титана. Спутник Сатурна Титан превосходит по размерам Меркурий и Плутон. Это единственный мир, кроме Земли и Венеры, на котором есть и твердая поверхность, и атмосфера. Если бы Титан не вращался вокруг другой планеты, мы бы без колебаний объявили его самостоятельной планетой. Перед миссией мы знали, что Титан представляет большой интерес. Титан был тайной, скрытой под завесой туманной непрозрачной атмосферы. Кассини подтвердил, что Титан покрыт густым оранжевым смогом. Лабораторные исследования показали, что эта дымка могла возникнуть в результате реакции солнечного света с густой атмосферой из азота и метана в течение 4,5 миллиардов лет. Камера Кассини лишь частично могла проникать сквозь дымку. Пятна света и темноты походили на континенты и океаны. До того, как мы попали на Титан, мы представляли его себе темным, страшным и холодным. Даже в полдень там так же темно, как при земных сумерках. Вы можете стоять у водоема размером со Средиземное море, наполненного растворителем. 7 лет европейский зонд Гюйгенс путешествовал вместе с американским космическим аппаратом Кассини. В Рождество 2004 года он отправился в путь. Земляне никогда не пытались садиться на поверхность такого далекого мира. Когда зонд Гюйгенс приступил к заходу на посадку, управление было передано в Европейский центр управления полетом. Зонд вонзился в атмосферу Титана со скоростью 6 километров в секунду. Когда зонд тормозил, атмосфера вокруг него, наверное, светилась фиолетовым цветом. Снижаясь на парашюте, первые 130 километров зонд мог различить лишь смог и туман. На расстоянии примерно 30 километров от поверхности, сквозь дымку начал проступать рельеф. Постепенно мы увидели ландшафт из ярких гор, разрезанных узкими темными каналами. Это говорило о том, что когда-то в прошлом здесь были дожди. Сигнал до Земли шел один час. Гюйгенс, конечно, передавал изображения с места событий. В офисе, куда приходили изображения нас, находилось около 20 человек. В Германии была зима, поэтому уже стемнело. У нас была иллюзия, что мы сами рассматриваем этот далекий мир, как будто он прямо за порогом. Зонд продолжал полет и по пути делал эти удивительные снимки. Мы все это заметили. Будь ты из Аризона или Французской Ривьеры, какие-то черты рельефа на Титане обязательно казались знакомыми. Эти снимки кардинально отличались от наших изображений с орбиты. На них были видны разветвленные речные системы, которые выглядели в точности как речные системы на Земле. Это было потрясающе, как будто Роман и Жюля Верна воплотились в реальность. Камни! Там камни! Да, да! Смотри, Марти, смотри! Мы только что оправдали все свои затраты. Гюйгенс приземлился на Титане. Прежде чем кончился заряд батарей и зонд полностью замерз, он передал несколько сотен фотографий. Зонд со стуком приземлился на чем-то вроде высохшего ручья. Эта местность была заполнена круглыми камнями. Это говорила о том, что когда-то в прошлом камни, то есть частицы льда, перекатывались в потоки. Зрелище было леденящим. Не в смысле температуры, а в смысле того, что мы увидели. Все было совсем чужим. Это не то место, где можно выскочить на улицу в ботинках, носках, шортах и футболке. Температура там примерно на 93 градуса Цельсия ниже, чем у сухого льда. При такой низкой температуре поверхности внешность на Титане обманчива. Титан — это мир с жидкостями. Разница в том, что эта жидкость не вода. Это метан. Представьте себе газолин, похожий на жидкость белый газ. По поверхности текут реки из метана. Любой, кто смотрел из иллюминатора самолета на пустыню и подобную ей местность, поймет, как выглядит поверхность Титана. Из-за низкой температуры вода ведет себя как камень, а метан — как вода. Шкала летучести как будто сместилась в сторону. Как на столь чуждом мире возник ландшафт, который так похож на нашу родную планету? В лаборатории реактивного движения НАСА исследователи пытаются определить, каким образом метановые дожди, капля за каплей, могли сформировать ландшафт из воды, замерзшей до твердости гранита. Это капля, как дождь на Титане. Видите, когда капля падает на лед, она проникает внутрь него и исчезает. Во льду может сохраняться огромное количество метана. Лед впитывает метан, как почва в воду. И как и на Земле, избыточная жидкость проделает себе путь вниз по склонам. Было бы здорово побывать на Титане, постоять рядом с жорчащим ручьем из жидкого метана. Иногда думаю, а на что был бы похож этот звук? Когда мы сделали радиолокационные снимки других участков на Титане, то обнаружили еще более невероятные вещи. В районе Северного полюса есть целые озера и моря. Кажется, что там можно кататься на лодке или гидроцикле прямо по этим каналам. Титан – единственное известное нам место в Солнечной системе, кроме Земли, где на поверхности существуют жидкости. Итак, на Титане находятся огромные резервуары жидкого природного газа. Кроме того, там есть этан, немного более сложный углеводород, а также пропан. Все знают, что такое пропан. Его используют для бытовых мангалов. Радиолокатор Кассини обнаружил озера, не уступающие по размерам внутренним морям. Они даже больше, чем озеро Верхнее. Представьте, что стоите на берегу океана из жидких углеводородов. Должно быть, это необычное зрелище. Если вам показались странными озера, то вы еще не видели вулканы. Мы считаем, что извергаемое вулканами Титана вещество является смесью аммиака и воды, что позволяет воде таять при гораздо более низкой температуре. Вот что такое лава на Титане – дурнопахнущая смесь воды и аммиака, которая тает при температуре минус 100 градусов Цельсия. Из этого вещества на Титане можно построить что угодно – от небольших конусов до огромных гор. Если вы окажетесь на Титане и опустите руку в поток лавы, то вы не обожжете ее, а обморозите. Резкий контраст с крио-вулканами и озерными полярными районами образуют огромные пустыни, у экватора Титана покрытые дюнами. Думаю, это было бы одно из семи чудес Солнечной системы. Вы бы увидели бесконечное море огромных дюн, размеры и формы которых точно такие же, как у земных дюн. В некоторых районах на многие сотни километров не видно ничего, кроме дюн. Чтобы разобраться в изображениях, полученных с помощью радиолокатора Кассини, Ральф Лоренс отправился в австралийскую глубинку. Не так далеко, как Титан, но путь туда не близкий. В Австралии интересно то, что здесь встречаются линейные дюны. Это тот же тип дюн, который мы видим на Титане. Можно подойти к песчаной дюне на земле, раскопать ее, посмотреть расположение песка и то, как дюна формируется под воздействием разных видов ветра. Сравнение структуры дюн в обоих мирах позволит определить ветровой режим на Титане. Это ключ к пониманию сложной криогенной климатической системы этой Луны. Подобно дождю из быстро замороженной кофейной гущи, ветер собирает песок в большие кучи, которые покрывают 20% поверхности. Как и хороший кофе, дюны Титана темные и питательные. Дюны представляют собой целый склад органического материала, который в сотни раз превосходит запасы угля на Земле. Вы вряд ли повезете этот инопланетный уголь домой, но углеводороды, омывающие берега на Титане, могут пригодиться для обратного полета. Запасы энергии ископаемого типа на Титане превосходят известные запасы Земли в десятки или даже сотни раз. Это огромное количество газа по любым меркам. Но на этом складе органических молекул можно найти кое-что еще более ценное. Разгадку зарождения жизни, Вселенной и всего сущего. Как происходит переход от простых веществ, таких как углерод, водород, кислород и азот, к живым существам, которые задаются вопросом о своем происхождении? Это огромный скачок. На Титане существует реальная возможность, что процесс остановился на этих сложных промежуточных шагах. Он не завершен, по крайней мере, мы так думаем. Некоторые, тем не менее, надеются найти в озерах Титана бактерии, которые научились усваивать жидкий метан. Эта жидкость не понравится нам, земным формам жизни. Но форма жизни с Титана, выросшая на жидком метане, будет чувствовать себя там прекрасно, и ее шокирует мысль о том, что на Земле организмы живут в воде. Бедные земляне, мы живем в жидком метане, что намного приятнее. Давайте жить вместе. Титан – самое сложное испытание для жизни в нашей Солнечной системе. Если жизнь может существовать при этих условиях в чуждой химической среде, то ее можно встретить где угодно. Миссия «Гюгенс» будет не последним полетом на Титан. Равно как и Кассини – не последнее посещение Сатурна. Это лишь первые смелые шаги путешествия, которые только начинаются. Следующие шаги. Еще до завершения миссии Кассини стало очевидно, что необходимы дальнейшие исследования. Планетолог Джонатан Лунин и изобретатель аэрокосмической техники Джулиан Нотт считают, что идеальный способ для этого – автоматизированный аэростат. Сейчас мы пролетаем над местностью, которая очень походит на место посадки Гюйгенса. Я бы хотел увидеть эти ущелья на Титане – глубокие долины, по которым течет метан, прорезая горы. Это очень походит на то, что мы видим сейчас. Они мечтают вернуться на Титан и сбросить в атмосферу автоматизированный аэростат. Радиоизотопный генератор обеспечит электроэнергию и побочное тепло, чтобы аэростат мог лететь в холодной атмосфере. На Титане плотная и холодная атмосфера, низкая гравитация, слабый ветер, поэтому аэростат очень легко поднять в воздух. Условия для воздухоплавания на Титане в тысячу раз лучше, чем где-либо в Солнечной системе. Это самое лучшее место для аэростатов. Мне кажется, наш полет прекрасно доказывает, что воздухоплавание – отличный метод для исследования Титана. Оказавшись над интересной местностью, легко спуститься ниже или даже приземлиться, чтобы выпустить приборы. С помощью автоматизированного аэростата можно облететь вокруг всего Титана примерно за полгода. Не следует считать, что Титан подходит только для роботов. Благодаря защите толстой атмосферы и большому количеству замерзшей воды, Титан может быть более комфортным для землян миром, чем Марс. Когда люди, наконец, начнут полеты в Солнечной системе, Титан будет считаться несколько удаленным, но очень привлекательным местом для посещения. На Титане не нужен герметичный скафандр, поэтому у людей не будет ощущения, которые описывают астронавты, как будто между рук у вас большой надувной меч. Будущие исследователи Титана смогут уверенно чувствовать себя, используя усовершенствованный акваланг для дыхания и костюм, являющийся смесью толстого лыжного комбинезона и защиты от опасных материалов. Вам нужна только тепловая защита и кислород, после чего вы сможете ходить по поверхности и летать на аэростате. Люди будут стремиться туда, чтобы увидеть действительно необычный и чуждый мир. Даже небольшой разрыв в костюме не будет угрозой для жизни. Однажды я сделал расчет, чтобы узнать, погибнет ли человек от углекислоты и цианидоводорода. Оказалось, что оба вещества всего лишь вызовут головную боль. Наверное, запах будет похож на запах нефтеперерабатывающего завода. Кстати, о нефтепереработке. Чтобы заправиться перед обратным полетом, нужно будет просто остановиться у ближайшего озера и наполнить свою метановую ракету, которая сейчас проходит испытания на Земле. А уж если вы долетели до Титана, почему бы не прогуляться на Энцелад? Главный вопрос не в том, есть ли на Энцеладе органика. Мы знаем ответ на него. И не в том, есть ли на Энцеладе вода. Мы тоже это знаем. Вопрос в том, является ли эта органика биологической по происхождению. Таким образом, на Энцеладе мы на несколько шагов обгоняем Марс и Европу. Мы уже знаем, что там есть органика, где она и как ее получить. Пора доставить эти вещества на Землю, проверить их и задать вопрос следующего уровня, являются ли они биологическими. Возможно, этого еще долго не случится, но я считаю, что мы обязаны сделать следующий шаг и выяснить, возникала ли жизнь в других местах Солнечной системы. В итоге мы хотим понять, почему Земля стала тем благодатным убежищем для жизни, которым является сейчас. Сейчас группа Кассини продлевает миссию и недавно провела собрание в Лондоне, чтобы подвести итоги и наметить будущие шаги. Они встретились в 58-й раз и отпраздновали это событие в Королевской обсерватории Гринвича. Здесь находится главный меридиан, изображенный на Земле, от которого отсчитываются все великие путешествия. Я профессиональный фотограф. Мы исследователи планет, мы забирались так далеко за пределы человеческих возможностей, что это трудно представить, и вернулись домой. Вот вид на нашу удивительную родную планету, которую увидит первый человек, попавший на Сатурн. Далекая голубая точка, затерявшаяся среди красоты колец, подсвеченных сзади. Это реальная фотография. Еще одна идеальная открытка от Кассини, манящая нас в небо. Люди смотрели вдаль с берегов морей и океанов, думая о великих приключениях. А теперь представьте, каково будет стоять на берегу инопланетного моря. Мы знаем, что эти берега есть. Нам надо отправиться туда самим. Я бы хотел приземлиться на аэростате, выйти из него, поднять один из тех круглых камней и швырнуть его в Гюйгенс. Может быть, нам надо будет обсудить планетарный парк, который мы хотим сохранить для будущих поколений. Хотим ли мы добывать метан на Титане? Мы можем испортить другие планеты, но Сатурн, наверное, это исключительное место, которое нам нужно оставить нетронутым. На траектории Кассини столько интересных лун, и НАСА планирует, что делать после окончания миссии Кассини примерно в 2017 году. Мы не хотим, чтобы космический аппарат столкнулся с одним из этих небесных тел, поэтому направим его в атмосферу Сатурна. Мы направим его в сторону Сатурна, где его ждет торжественная гибель в огне после 20 лет плодотворных космических исследований. Все молекулы, из которых состоит космический аппарат Кассини, попадут на Сатурн и останутся там навсегда. Достойные похороны в огне для одного из величайших межпланетных путешественников всех времен. Хотя Сатурн и представляет собой газовый шар, который плавает в воде, но это очень важный пункт назначения как для науки, так и для туристов. Мы только начинаем узнавать о его сокровищах, потому что отправили туда космический аппарат на длительное время. Во всей Солнечной системе действует одно правило. Вы никогда не узнаете, чего вы лишились, если не отважитесь туда отправиться.